Доброго дня, счастливые! Сегодня у нас начало недели, воскресенье, и мы начинаем традиционно с нашего астрологического прогноза. Итак, воскресенье, первый день недели, день солнца, день торжества жизни, своей самости, личной харизмы. Этот день очень хорошо посвятить максимальному раскрытию своего творческого потенциала. Очень хорошо сделать любые практики, которые помогут вам раскрыть ваше творчество, вашу веру в себя, поднять вашу самооценку. Конечно же, в этот день очень хорошо навестить своих близких и родных, в первую очередь родителей. День торжественных мероприятий и ритуалов. Если в вашей семье есть какие-то семейные ритуалы, которые переходят из поколения в поколение, это очень хорошо может укрепить вашу уверенность в себе, ваши корни. Если же этих ритуалов нет, сегодня самое время начать заводить эти ритуалы в своей семье. Возможно, для того, чтобы в дальнейшем передать их своим деткам. Также сегодня очень хорошо заниматься активной физической нагрузкой, для того, чтобы повысить общий уровень своего иммунитета. Энергии дня мудрости помогут вам сделать это бережно, с любовью ко всем членам вашей семьи. Солнышко у нас сейчас находится в созвездии Козерога. Это укрепит нашу практичность, прагматичность, дисциплину, уверенность в своих собственных силах, достижении своих целей. Я желаю вам благостной, продуктивной недели. Понедельник – покровитель дня, планета Луна. Это же день женских, мягких, материнских энергий, день нежности, принятия, соучастия и сострадания. Луна отвечает в нашей карте за чувства, эмоции. Поэтому в этот день категорически рекомендуется принимать сложные решения, потому что наши чувства преобладают над разумом. Также в этот день неблагоприятно стричь волосы и ногти. По энергетике день в целом был благоприятный для начинания названия Дня Победа. Дела, связанные с домом, землей, строительством, принесут успех. Поработайте в этот день над отношениями с мамами, старшими женщинами вашего рода. День благоприятен для новых встреч, общения, дружественных отношений. Любые благостные дела в этот день принесут вам удачу. Вторник. Управитель дня огненный и горячий Марс. День грубых материалистичных энергий, день агрессии и напора. В этот день очень хорошо вступать в споры, различные соревнования, отстаивать свою точку зрения и что-то доказывать. Но день совершенно не подходит для начинания новых дел. По возможности постарайтесь перенести поездки, берегитесь от травм, ссор. Можно заниматься рутинными делами. Название дня – пустые руки, и он неблагоприятен, очень неблагоприятен для любых начинаний. А всю свою активную энергию лучше направить на физическую активность, на занятия спортом. И как я уже говорила, во вторник Венера меняет свое положение и переходит в созвездие Стрельца. Переход от романтических, чувственных энергий в огненные, стремительные, очень оптимистичные энергии Стрельца. В этот день не стоит делать дорогостоящие покупки, начинать ремонт. Среда – управитель дня Весельчак Меркурий. Он учит нас гибкости, искусство общения, коммуникации. День очень благоприятен для встречи с друзьями, приобретения новых знаний, навыков. Благоприятны публичные выступления. Но замкнутость, одиночество очень не приветствуется в этот день. Название дня – полнота. В целом день благоприятен, в общем, для покупок и для общения с важными, значимыми для вас людьми. Дела, связанные с бизнесом, будут решаться легко. В этот день Луна, отвечающая за наши эмоции, переходит в созвездие Скорпиона и пробудет там до 31 января. Достаточно сложные дни в эмоциональном плане. Мы становимся эмоционально уязвимы, сверхчувствительными, критичными и подозрительными. Четверг – самый благостный день недели, день мудрости, духовных знаний, учителя, наставника, день деток. В этот день категорически не допускается проявление всякого рода злости, агрессии, жадности. В этот день необходимо проявлять щедрость во всех ее проявлениях. Можно предпринимать решительные действия. День достаточно благоприятный. Встречаться с оппонентами, отстаивать свои позиции, но очень грамотно, миролюбиво и благородно. Название дня удовлетворения. Приветствуются ограничения в еде. Физические упражнения, направленные на успокоение нашего ума. Любые формы медитации, духовные практики, благотворительность любого рода в этот день даст результаты в будущем, очень хорошие и серьезные результаты. Лучше, чтобы ваша благотворительность была связана с детками, потому что именно с детками связаны энергии данного дня. Этот день у нас – день поста. Называется он Экадыши. Очень хорошо постится. Каждый выбирает свою степень ограничений в еде, либо в воде. Пятница. Первый день февраля. Самый радостный, самый светлый день недели. День гармонии, полноты, радости, удовольствий, наслаждений. День торжества женских сексуальных энергий. В этот день хорошо проявление любого вида творчества, искусства, изобилия. Очень благоприятно в этот день готовить сладости, угощать их, особенно лиц противоположного пола. Ходить в гости, дарить подарки. В этот день благоприятной работы связаны с землей. Название дня – мудрец. В принципе, для начинаний день среднеблагоприятный. Проанализируйте, пожалуйста, сегодня, все ли данные вами обещания выполнены. День очень хорош для данного анализа. Продолжается соединение Луны с Сатурном до 3 февраля. Это может дать сложности в эмоциональном плане. Постарайтесь в этот день исключить покупки для дома, особенно продукты. Больше отдыхайте, полноценно высыпайте, не нагружайте свой желудок. В эти дни затруднен вывод жидкости организма. Поэтому не повышена склонность к отечности. Ну и последний день недели – суббота. Традиционно это день отдыха, покоя, восстановления сил. День подведения итогов недели. Что нам удалось совершить, в чем отпал необходимость, и что мы еще можем перемести на следующую неделю. В этот день крайне благоприятны уединения, медитация, занятия йогой. Любые другие духовные практики, направленные на ощущение внутреннего умиротворения, успокоения ума. Очень благоприятны в этот день прогулки на природу. В этот день крайне не рекомендуется стричь волосы и ногти, не стирать, не начинать поездки. Можно заниматься рутинной деятельностью, уборкой дома. Название дня – победа. В целом день благоприятный. И я предлагаю вам этот день насладиться своей победой над вредными привычками, выполнением режима дня, самодисциплины, борьбой со страхами и внутренними комплексами. И пусть энергией строгого, но очень справедливого кармического учителя Сатурна помогут вам в этом. Я желаю вам благостной недели. Я желаю вам радости, удовлетворения и, конечно же, духовного роста. Ваш астролог Галина Робышева. С любовью и благодарностью.